всем доброго пасмурного утра вот наша правда на улице и на улице прям пасмурно пасмурно темно темно но в общем да ладно главное что тепло мы с котенком проснулись кто-то меня играется это меня играет в общем у нас случилось какое-то чудо видом малыш был настолько уставший после дороги что ночью впервые ты проснулся в 5 50 мы поели нашу обычную бутылочку я как-то не знаю автоматом его положила спать просто потому что 6 с хвостиком еще сильно темно и чудным образом мы все проснулись потом 8 50 почти в 9 часов утра ура вот выспались все довольно счастливые но вместе с этим мы теперь должны торопиться у нас по ходу пьесы никакого завтрака ничего просто потому что мы должны бежать в офис врача и у нас сегодня наши прививки да мы кучу а тебя еще надо покормить волнуюсь и как обычно перед этим всем мероприятием не люблю я ночью малышу она тем временем есть вещи которые нам надо сделать да крошь есть вещи которые нам надо сделать все мы побежали собираться так мы уже по пути к доктору сегодня одновременно прекрасное утро и какое-то такое мега волнительное утро прекрасное потому что за 6 месяцев в первый раз я спала ночью мой крошек он дал нам поспать это просто удивительно и не то что дал просто поспать а дал поспать во-первых всю ночь а во-вторых потом еще до практически 9 часов утра это просто невероятное то я проснулась не от того что он плачет а просто от того что он лежит там и болтает вот а мы подъезжаем к офису доктора как я уже сказала жду не дождусь на самом деле осмотра доктора чтобы малыша взвесить посмотреть задать некоторые вопросы которые меня интересуют расскажу вам о них после нашего визита ну естественно прививки но кто ждет прививки никто не ждет прививки это моя самая нелюбимая естественно часть единственно что радует что это прививки шести месяцев и после именно этих прививок у нас будет побольше побольше перерыв между прививками сейчас уже там я не знаю в год или что-то типа того вот по крайней мере мы сможем немножечко передохнуть и уже по этому поводу не волноваться так наверное поликлиники снимать нельзя поэтому я отключаюсь и уже увидимся после нашего визита к врачу для тех девочек кто в риге могу точно посоветовать нашего педиатра это а я тиркума она вот здесь вымоньте принимает так что наберите в интернете посмотрите это не знаю самый лучший педиатр по моему на свете так сейчас покажу малыша крошь 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 привет привет моя кроша так давай тебя повернем и еще пойдем и лыж мы справились ровно час нам понадобился для того чтобы попасть к нашему педиатру и для того чтобы нас отправили уже в другой кабинет кабинет процедуры чтобы нам сделали наши прививки значит из хороших и отличных новостей наш малыш растет полным ходом сейчас свои шесть месяцев он уже 71 сантиметр это этого я на самом деле не ожидала да ты сколько ожидал я думала будет 69 максимум 70 как-то цифру все казалось 70 нет я не ожидала никак ни 70 ни 71 я была уверена что наша цифра она 69 но малыш значит 71 сантиметр вес у него 8 340 и мы в принципе идем немного немного больше чем по стандарту 6 месяцев полагается поэтому волнение у нас по поводу недобора веса и всего такого нет вообще никаких мы проконсультировали с доктором по поводу прикорма а по поводу того как он ходит в туалет по поводу всех нас интересующих вопросов также мы потихонечку потихонечку отказываемся от одного ночного кормления и в принципе я наверное уже могу сказать что у нас эти проблем нет малыш уже привык к тому что он ночью ест а всего один раз ну или точнее сказать уже утром он ест это порядка пяти шести часов утра вот а все остальное время он она спокойненько спит и уже например этой ночью он в два часа не просыпался и не плакал поэтому мы едим уже один раз и доктор нам дал свое окей на то чтобы он ел один раз мы едем юрмал поэтому нам нужно два евро иметь всегда при себе въезд а нет я съемал уже бесплатный кстати сезон закончился так что твоя остается мне после осмотра нас отправили на прививки со здоровьем у нас все окей поэтому доктор нам дала также свое подтверждение что мы можем отправляться на прививки нам дали капельки против ротовируса то есть это третья наша прививка и нам дали также один укольчик в правую ножку и там вот большой этот укол против шести болезней там гепатиты кори и чего там только нет в общем большая прививка сейчас у нас как я уже говорила перерыв мы в следующий раз будем прививаться только лишь в год вот поэтому от этого всего прекрасного действия мы можем немного отдохнуть надеюсь что вечером наш пупс будет чувствовать себя себя хорошо что он не проснется с температурой но будем мониторить и будем смотреть в первый раз когда мы делали первые прививки пронесло температуры не было во второй раз у нас была небольшая температура но мы ее удачно сбили но сегодня будем смотреть но я очень надеюсь что нам повезет сейчас мы отправляемся в юрмалу в наш один из наших любимых ресторанчиков faces встретимся там с нашим другом и наконец-то поедим сегодня потому что у нас не завтрака не кофе вообще ничего после прививки крошик наш чуть-чуть заплакал только от уколчика но наклеили ему пластырь подвела его к окошку как обычно и тут же плач у нас закончился возобновился он ровно тогда когда я стала одевать комбинезон и орал он от комбинезона в три раза больше и сильнее чем от от самой прививки вот но сейчас он сел в машину и тут же уснул поэтому мы решили поехать за кофе перед юрмалой так как все равно нам сидеть в машине кофе сильно хочется вот за что я точно люблю ригу так это за то что неважно куда бы ты ни пошел то ли это государственное учреждение то ли это поликлиника доктор и прививки не важно что либо для себя либо для малыша ты в принципе везде справляешься максимально быстро и ну по крайней мере у меня редко бывает когда я задерживаюсь в очередях больше чем час даже вот сегодня мы с малышом зашли мы приехали на самом деле не совсем по записи я когда позвонила записаться к педиатру ассистент и и сказала что уже все места заняты я сильно сильно попросила найти для нас какое-нибудь окошечко вот нас взяли на час когда приходят все кто не записался я уже поняла по огромной огромной очереди там людей было действительно очень много вот но вместе даже с этим мы за ровно час справились вот ровно от момента когда мы зашли в поликлинику ровно час мы посидели подождали значит свою очередь и к доктору и отправились на прививки все и как пули выскочили из этой поликлиники уже можем заниматься своими делами даже поверить не могу когда я была беременна я не могла пить кофе меня от него прям тошнило воротило это был просто какой-то кошмарный кошмар сейчас такой кайф как вернулся в мою жизнь а еще я ощутила себя матерью-перематерью в офисе у доктора все были сильно удивлены когда мы заговорили по поводу ночного сна по поводу кормления и так далее так далее и вернувшись к вопросу того что малыш в целом весит больше чем по стандарту полагается в его возрасте то в принципе можем не волноваться по поводу лишних кормлений следовательно ночные кормления можно сворачивать и я ну так и сказала что ну мы же уже в принципе одно кормление свернули вот и ассистент доктора меня спрашивает насколько малыш ложится спать я ответил ну после 6 там 6 6 20 как какой день вот в худшем случае там 6 30 если мы там поздно возвращаемся после прогулок и так далее и спит до скольки я говорю ну сейчас когда вот он отказался от своего ночного кормления в 2 он просыпается ну наверное чаще всего там в 5 в 4 но чаще там в 5 я такая подождите вы его кладете в 6 чего я говорю как чего вечера и он спит до утра ягра ну да какая вы мать перимать мать перимать мать перимать сегодня мы с крошиком остались дома сегодня суббота планировали мы устроить семейные мероприятия поехать в гости к моему брату с его женой малышами но по итогу мы остались дома потому что кроша моя за температуре немножечко чуть у тебя плохо капризничать все утро мы решили в общем не рисковать несмотря на то что погода на улице очень-очень теплая здесь порядка 15 градусов и такая красивая красивая золотая осень но мы все-таки решение рисковать и остаться дома особенно всего того что завтра предстоит долгий путь обратно домой мы уже едем санкт-петербург дата сегодня мы отдыхаем пока моя кроша спал свой дневной сон я оставила с ним папу на вахте и поехала быстренько в магазин заехала в свой любимый baby city закупила как обычно своих подгузников я уже рассказывал что сейчас мы перешли на подгузники трусики вот так вот они выглядят и собственно в машине по пути я уже не представляю как переодевать обычные подгузники эти трусики наше все и они такое ощущение еще более мягкие более приятные чем даже обычные наши генки подгузники здорово что они также по размеру по килограммчиком нам подходят поэтому еще пользуемся размерчиком здесь очень здорово сзади сзади есть специальная клейкая ленточка которая предназначена для того чтобы этот подгузник после использования когда разорвал их по краям то можно заклеить и хорошенько закрепить чтобы ничего туда не выходил кровь кстати вчера я также была в магазин магазине книжном и решила крошек развлекать книжками успешно зашла история книжек по пути сюда поэтому я решила еще приобрести несколько книжечек и вот здесь у нас есть книга farm sounds кстати все книги я им покупаю на английском языке просто для того чтобы мой малыш слышал этот язык знал этот язык я обучаю его английскому самого-самого рождения так вот книжка farm sounds она у нас за звуком ну и здесь например что же мы можем давай включим свинок грубо говоря рассказываю малышу о том кто живет на ферме есть специальные кнопочки и звуки животных которые они также издают потом у нас есть очень красочная красивая книжка вот такую я купила про монстриков которые боялись детишек под кроваткой и вот здесь большие большие тексты красивые цветные картинки но и надеюсь что моему малышу будет интересно по пути также разглядывать эту книжку буду ему читать истории так и здесь какая-то еще книга про пугал пугал не знаю как называется это чудо-юдо в общем тоже какое-то маленькое маленькое существо у которого куча своих историй в общем это у нас по книжкам расстроилась я конечно что малыш мой затемпературил и учитывая что все-таки здесь сейчас ходят вирусы и все чаще-чаще люди болеют это я решила утеплиться и по крайней мере хоть как-то позаботиться о том чтобы малыш в пути был максимально в тепле и максимально в комфорте купила ему несколько вещичек и первое это такой теплый комбинезон махровый в этом случае слипик никогда в жизни не покупаю обычно такого плана комбинезоны но решила сделать исключение так как в дороге и в машине такой вариант мне кажется будет наиболее хорошим и внутри вот такой вот теплый теплый подклад я думаю что ему будет комфортно компания которая производит это вела у рита литовская компания от которой на самом деле я достаточно часто в риге покупаю одежду в том числе мы купили также еще и ботиночки тепленькие ботиночки ему в дороге взяла 12 размер как раз таки то что нужно в самый раз да капризов да и еще купила ему вот такую вот теплую вязаную шапочку здесь открывается спереди с помпончиками на не совсем холодное время будет само то главное чтобы закрыт ушки закрыта горлышко и малыш мой будет защищен все мы в дорогу собрались готовы и вооружены да крош да крош съешь мамину майку и что что мама ходить-то будет пауза как кукол как как и как и как и Ку-ку! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!